Утро! Дальний Восток, Комсомольск, Хваровский край. Встали, ну как всегда, в восемь часов, не так рано. Так что никаких восходов. Вчера легли очень рано и все равно встали в восемь. Потому что прошлую ночь мы с Наташей кашляли, не спали, температурили, ни с чего. Просто заморозило немножечко, потом кинуло в жар, и в то время Наташа раскашлялась, и все. На утро встали, не кашляем вроде как, ну так, что без передыху. Не морозит, не жар, ни температуры, ничего у нас нет. Но мы, как вареные курицы, ходили. Наташа еще вдобавок на работу поехала. Наташа пошла прогуливать Грету, вон туда, где мы обычно ходим, вон, вон люди на поводке повела. Люди на работу идут, сейчас на счет лаять на всех, пошла провести. Я чашку чаю налила, вчера я компоту наварила, но с утра компот не пьется. Что-то они недолго только вышли. Думаю, утречка, пока чай пью. Опять посмотрим на эту девятиэтажку. Да, нашу Гретту надо только на поводке и только... Хорошо, что есть воинская часть, это я не знаю, что бы мы делали. Парк, настоящий парк. Вчера не снимала, потому что была никакая. Автоматически все делала. Наташа говорит, почему не я легла спать? Я говорю, если бы я легла спать, я бы опять вторую ночь не спала. Я поэтому держалась. Вот ей-то на работе, конечно, да еще за рулем. Я так боялась, говорю, Наташа, не ходи. Ну да, у меня самое есть дела. Но вечером мы с ней соляночку разогрели, у нас солянка стояла на морозе. Поели. А я, Владюша, сейчас делаю шашлыки на сковороде. Тонко режу пластины мяса, таю хорошо сало, шкварки, правда, убираю. И на этом сале я ему хорошо-хорошо поджариваю замаринованное это мясо. Мариную майонез, кетчуп для шашлыка, есть такой уксус немножечко яблочный, лук. Все это я замариновала, и вот это замаринованное. Ну, вчера не снимала, поэтому не покажу, может в следующий раз покажу. И получаются такие обугленные кусочки, ароматные, хрустящие, но замаринованные хорошо. Они сверху корочкой покрыты, а внутри мягенько, и он такие ест. А если сварить и немножечко там жилка или чуть-чуть там какой-то кусочек небольшой сала, все он не ест, он это все выколупывает, а эти хорошо, они поджаренные, они все как. Он шашлык же ест, у меня и мелькнула такая мысль, раз шашлык ест, значит, и обугленное это на сковороде. Я даже сковороду подожгла, на маленькой сковородочке, на такой старинной, который показывала, алюминиевая. Она даже еще, по-моему, еще стоит, да. Я вчера не стала ее драить, потому что на ней картошечка, потом картошечки две на ней так обжарила кусочками, сама ела. О, даже сковорода, правда, что осталась. Вот так. Настроения не было вчера снимать, не разговаривать, потому что не выспавшись я, а не выспавшись уже никаких делов нема. Немножко сниму уточком, не знаю, что днем буду делать, а может на меня снизойдет какая-нибудь философия. Не знаю. Посмотрим. Пирожки ж я пекла. Когда? А вот мы прогулялись. Я вам показывала много ж на 40 минут в воинской части. С внучкой, с дочкой. Внучка – это дочка сына. Сын 8 часов приехал, забрал ее. И поставила пирожки после прогулки. И хорошо Дениса приехал, и ему пирожков. Покормила ее борщиком. Оля у нас, моя невестка, на день рождения пошла к подружке. А Денис возил доски на дачу. Даже фотку выкинул. А мы ему выкинули, как мы гуляем. А он нам выкинул. Вы гуляйте. А я доски вожу. Поэтому некуда было и Олечку. Говорит, ну, я говорю, да мы с удовольствием. Чего вы так редко нам ее предлагаете? Я же здесь. Это Наташа работает. Конечно, ей бы как она. Ей на работу. А я пока здесь. Вот че. Только просидела здесь. И вы. Она болела часто. Она два дня в садик, а два дня кашляет. Вот так вот бесконечно. Поэтому и никак не получалось. Ну, видать, еще и стеснялись или что. Я ему снимаю, как она поела пельмени. Как она поела ягоды. Что она поела. Что мы делали. Я ему фотки выкидывала. Он говорит, да она больше двух пельменей не съест. Ага. Я сварила 15 штучек маленьких, правда, специально маленьких надела, как знала. Махоньких таких с ноготок. И она их все съела. Да я еще сказала, папа говорит, Ха, да не съешь ты все. И она на меня смотрит. И все. И все. Азарты я взял. Со сметанкой все съела. Все додокументировалась. У папы я высловала. Он палец показал. Так что справились. И заплетала Наташа ее в косичечки. И мы с ней в прятки играли. Она визжит, бегает. Ну, большая уже, что. Не то, что годик. С годиком я бы, не знаю, я бы устала. Во-первых, на руках надо. Во-первых, это все надо, знаете как, подогреть, чтобы не молочко там или что. Это для меня было бы тяжеловато, конечно. Это уже большая, господи, она играет. Что там уставать? Она говорит, не устали. Я говорю, да что мы тут. Ну, конечно, я никогда с детьми, видите, не нянчилась. У меня не получалось так, что не с Наташиным, Владюшей. И далеко жила. Поэтому работала. Когда вместе живут, конечно, в одном поселке или в одном городе, там как все равно придется. Потому что то в больницу отпустить, то в аптеку, то в магазин уже будешь подменять и нянчиться. А на таком расстоянии как-никак. Вот так вот. Утро пасмурное. Солнышка нет. Солнца нету. И всего лишь плюс один или плюс два. Не знаю, Наташа утром ничего не хочет. У меня так сложно утром всегда. Очень сложно. То бы я утром встала, уже знала, что делать. Уже бы раз-раз-раз. Я бы завтраком накормила бы. Ничего не хочет. Вчера вот после того, как мы неплохо поспали, я хоть встала все равно. Хлеб черный сейчас спекла, бородинский. С маслом, с повиделом. Чай пью. Прям ем хорошо. А она водички попила, этого чаю. Какого жиденького. И все. Голодная поехала. Я борща наварила свежего. Хорошо, она в обед еще приехала. Хоть борща немножко поела. И до вечера. Вечером, конечно, мы с ней соляночку. Как хорошо. Солянки наваришь, поставишь на холод. И разогревай, ешь. Там сплошное мясо. Она любит солянку. Владюша, говорю, вот видишь как. Солянку вчера ему пельмени наварила. И он еще не все съел. Он попросил, я говорю, выбор какой тебе, говори. Он говорит, пельмени. И я ему так набузовала, что он принес назад немножко. Ёлки-палки. У меня же все, как говорится, документально. Да я шучу. Вот назад принес, это я сюда перекинула их. Пирожок один остался. Вот он с собой пирожки брал. Потом у меня был пирог с курицей. Он сам на макароноске все разогревает. Я говорю, вот видишь как. Если бы ты ел бы солянку, холодец. Какое-то разнообразие было. Так смотри. Пирог взял, пирожки взял. И пельмени. И все одно тесто. Он говорит, да, надо задуматься. Надо, наверное. Вон они вышли. Переходить на солянку, говорит. Вон они идут. Погуляли. Вон и горятка бежит. Все погуляли. Молодцы. Тут сетка плохо видна. Ну все, погуляли. Да, где-то 20 минут нормально. Наташа пройдется. Может позавтракает. Может позавтракает. Все, прицепила на поводок. Вот и все. Погуляли, слава богу. Ну и мне надо закругляться. Все рассказала. Что вчера было, что не снимала. Все равно рассказала, что вчера было. Ой. Вот собаки гуляют. Вот никто не лает, а наша вот как эта. Вот дорожка тех годов. Еще тех годов, когда солдаты были. Вот как делали солдаты. Что-то с ножкой у девочки. Ну ладно, все, хватит. Наташа прогулялась, пьет чай. Смородиной, крученой. Все, Наташа на работу идет. Пока-пока. 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 Все, я пошла? Закрывайся. Смешку, мусор. Все. И я тут. Неприбранная. В пижаме. Ну, что ж, утро? Куда ж деваться-то? Хожу пока так. Сейчас Наташа пойдет. Сядет в машину. И поехала. Винегрет хотим сделать. Сидели-сидели. Над чем заняться, Наташа? Над чем заняться? Было тесто в морозильнике. Достала. Достала творог с морозильника. Может, сделаю немножко вареников. Надо ж. И фарш достала. И фарш. Надо. Давайте морозить. Потом я его в измельчителье прокручу. Еще добавлю чесночка. Еще луку добавлю. Тут хоть и есть все, но еще добавлю немножко. Потому что после морозильника уже не тот запах. О, Наташа пошла и собаке следом. Потому что у нее корм всегда есть в машине. Как сначала шла, выкинет сначала. Вон там мусорный бак. Вот он. Сейчас выкинет мусор. Те стоят у машины и ждут уже. Сели у машины и ждут. Потому что у нее корм в машине. Не знаю, сейчас еще есть или нет. Свеклу положили сварить. А морковки нет. Сейчас Наташа поехала на работу. Привезет в обед морковки. Мы смотрели в магазине морковки. Она такая страшная была. Уже волосатая. Я говорю, давай не будем брать. Мы ничего не будем вроде делать. А оказалось, что сегодня захотели винегрет заделать. Все, собаки за ней. Значит, голодные идут за ней. Не знаю, есть у нее корма. Нет, бывает, заканчивается. Есть. Значит, с заднего сиденья берет корм. Голодные сильно подходят. Мне, когда они очень голодные, они не очень подходят. Даже зовешь, они... Это голодное, значит. А эта сидеть не хочет. У нас снежок кружит такой незаметный. Чернушку зовет. Или это не Чернушка? Чернушка. На хвостике у нее беленькая. Чернушка не подходит. Ревнует. Такая своеобразная собака вообще. Сидеть ждет. Еще и не ест, зараза. Чернушка полетела. Не хочет, побежала. Вот утро у нас заканчивается. Разбегу надо кидать. Разбегу? Ну, конечно. Хочу, мы сюда сюда попросим. Ох, телефон кинула ей. Телефон забыла, Наталья. Она мне показывает, что к уху. Я думаю, что ей позвонить, что ли? Позвонила. А телефон ответил здесь мне. О, я догадалась, что она телефон забыла. О, все, поехала. Поехала, Наташа. Счастливо, пока-пока. Пусть все будет хорошо. Но сегодня вы спали, слава богу, хорошо. Поехала моя Наташа. Это бежит, это бежит. Ай, мы на балконы, а она туда. Вы когда-нибудь сухофрукты ели с компота? О, груша какая. Я ем. М-м-м-м-м-м-м-м-м. Че спрятался под столом? Че? А-а-а. Че будешь есть? Будешь? Рыжик. Да? Ну, иди. Иди, вон, молока налила. Иди, пей. Иди. Пей молоко. Молоко-то будешь пить? А? Ну, поесть надо тебе, да? Да уж кормили-кормили. Боимся мы тебя много-то. Разговорчивый ты наш. Че? Разговорчивый? Как ты прогулялся, почему ты есть не стала? Бастует, лежит. Че, опять идти надо с тобой? Опять идти? Гулять опять надо? Надо одеться, идти гулять. А че делать с тобой? Значит, ты есть не будешь. Сейчас, наверное, оделась. Пойдем, да? Пойдем? Пойдем. Все, гулять собираемся. И даже воды сразу налили в тазик, чтоб прийти сразу лапы мыть. Потом в ванну, может, запихаем. Че, собралась? Сейчас я одену курточку. Внимание! Вперед! Пойдем на прогулку. О, уже вает. Не должен давать. Уже вает. Пошли, пошли. Полетела, полетела. Все, пошли. Дождичек со снегом прошел. Теперь, где трава, там уже клещей не будет. Клещи, когда мокро, на траве безвредные. Или их там нет, или они кусаться не могут, или прыгать не могут, не знаю. Но горят в сырой траве. Маловероятно, что они прицепятся. Вот здесь чербетишки делают. Хулиганят. Вышли на финишную прямую. Он наворачивает и спрашивает. Куда идем? Куда, 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 куда идем? Ну, куда идем? Зовет туда. А может, я не туда хочу? А, Грета? Бежит. Туда зовет все равно. А я не туда пойду. А, Гретка? А? Куда идем? Туда идем? Ну, пойдем. Только не туда, в другую сторону. Там сильно мокрая. Идем вот сюда. Лишь на лето хочется собаке побегать. То она пришла, легла, лапы положила на голову. И такая прямо, такая она несчастная. Чтобы она побегала бы километра два-три. А, конечно, здесь пойдем. Там сыровато. А здесь хорошо. Наташа переживает, что мы по сухой траве туда походили. И у Грета не проверили. Клещей не нахватала ли она. Ну, а сегодня сыро. А когда сыро, значит, не страшно. Я так подумала. Пойду прогуляюсь. Пусть побегает. Собачка с ней какая-то привязалась. Ну, какие-то локаторы. Локаторы. К этой елочке хочу прийти. Сосеночка какая. Красивая. Прям такие березы. Да, жили здесь офицеры, конечно. Ну, военные все. Военные, солдаты, офицеры. Себе быт устраивали, чтобы хорошо было. Вот какая-то бетонная. Что-то здесь было, значит. Это, наверное, был дом культуры, наверное, для военных. Конечно, закрытая зона. Надо же как-то было, чтобы люди жили по-человечески. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова